Здравствуйте, дорогие наши друзья, все, кто уже был в Пушкинском ЮС, кто присоединился к нам с новой лабораторией, и вся та публика, которая пришла и которая заинтересована темой, которую мы сегодня обозначили. Итак, сегодня звезда, мне кажется. Да, нет, но на самом деле лектор, на которого всегда сходятся все слушатели, и вы можете слушать Илью Дороченкова также на канале Арзамаса. Вообще вот эти публичные лекции мы будем постоянно повторять. Наверное, два раза в месяц мы будем устраивать лекции на тему миграции и переселения образов. Сегодня я вам представляю заместителя директора по научной работе Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Илью Дороченкова. Спасибо. Спасибо. Скажите, меня без микрофона будет слышно или лучше говорить микрофон? Микрофон. Слышно, да? Просто я-то могу начать так, а потом... Для трансляции микрофон, да? Ну, хорошо, тогда придется с микрофоном. Здравствуйте. Мы сегодня начинаем авантюру. Честно признаться, мы ее с удовольствием придумали, когда получилась такая возможность. И очень быстро те, кто оказался притянут этим магнитом, согласились с тем, кто будет священной коровой этого мероприятия, кто будет исправлять карму этого помещения. В общем, профессионалы это имя знают, и многие его даже читали, благо по-русски теперь он есть, но он переведен на все языки цивилизованного человечества, включая японский, кажется, китайский. Это Аби Морец Варборг, великий и ужасный немецкий историк искусства, который в свое время был известен очень узкому кругу почитателей, поклонников и учеников, из наследия которого выросло несколько искусствоведческих школ 20 века, в том числе знаменитая иконология Эрвина Пановского, и который переживает сейчас совершенно нереальный бум популярности, потому что то, что Варборг писал в конце 19-го, начале 20-го века, теперь это платируется с точки зрения продуктивных идей, не только искусствознанием, но и антропологией, историей, визуальными исследованиями, бог знает чем еще. Сейчас литература об этом человеке, публикация его произведений растет в геометрической прогрессе каждый год. Я похвастаюсь, на прошлой неделе я сидел в кабинете директора Института Варборга в Лондоне, и он мне с удовольствием показывал каталог выставки, прошедшей в Буэнос-Айресе, в которой идеи Варборга были движущей силой. Я вам расскажу об этом человеке, расскажу, постараюсь рассказать о некоторых его находках и идеях. Мне очень приятно это делать, с другой стороны, ответственно, потому что в нашем зале присутствуют коллеги, которые Варборга знают гораздо лучше. Меня, например, Марина Тарапыгина, автор первой русской книги об этом человеке. Хорошо, что Марина согласилась, как и другие коллеги, быть нашим участником нашего процесса. В общем, мы здесь, здесь люди из университета, Марина Лапукова, Ольга Шишко из музея имени Пушкина. О чем мы хотим? Мы собрали людей, которые прошли определенные конкурсы для того, чтобы заниматься тем, чем занимался Варборг в течение своей жизни и на старости лет, а именно в том, что мы хотим. Сталкивать изображение. Мы живем в эпоху террора изображений. Если культура до конца 18 века это была культура в основном вербальная, то сейчас, конечно, вы сами прекрасно понимаете, изображение перед нами везде. Я снимаю свое изображение с себя. Мы действительно окружены ими, мы постоянно находимся под давлением этих изображений. Они нами манипулируют. Я думаю, вы это все прекрасно понимаете. Достаточно посмотреть на билборд или сториз наших друзей. Хочу смотреть на сториз. Вот я лично совершенно не понимаю, зачем. Но тем не менее, на них смотрим там, да. Это же они нами манипулируют, правда? А мы приходим в церковь, а там они манипулируют нами еще сильнее. Посмотрим на рекламу. Ну, понятно, идем что-то покупать даже подсознательно. То, о чем я буду говорить, это история науки, история нашей гуманитарной дисциплины, есть пустознание, но я уже сказал, что Варбург отличался именно тем, что он нарушал границу, он терпеть не мог полицию научных дисциплин, как он говорил. И действительно, вот сейчас есть слова о интердисциплинарности, все такое прочее, они уже затасканы, и всем гуманитариям порядком надоели, но Варбург именно и создавал эту современную интердисциплинарность. И вот мы постараемся, взяв людей, которые еще, не все искусствоведы, не дипломированные искусствоведы во всяком случае, а некоторые вообще не имеют отношения к искусствознанию, постараться создать лабораторию, в которой принципы Варбурга, именно анализа сложных семантических связей и происхождения генезиса, выражаясь с научным языком образов, мы постараемся вот эти вещи прослеживать. До определенного смысла это игра. Знаете, есть такая армейская поговорка, «Война – фигня, главное – маневры». Вот у нас примерно будут маневры. Я очень хочу, чтобы мы, чтобы люди, которые во все это будут играть, они воспитывали в себе визуальную остроту восприятия, способность сопрягать далековатое, сопрягать то, что не очевидно на самом деле, и таким образом учиться тому, чтобы анализировать… Ну, есть у меня любимая цитата из Мануэла Канта, «Имей мужество пользоваться собственным умом» – такой собственный девиз просвещения. Чтобы вы пользовались собственным умом, чтобы вас нельзя было ввести в заблуждение тем же самым изображением. Возвращаясь к Варбургу, я скажу, что этот человек, ну, вот для меня как профессионала, есть некое количество методов, методологий, которые сейчас представляются, вообще-то говоря, самыми очевидными. Ну, это, например, социальная история искусства с анализом роли заказчика в создании художественного произведения и дальше даже психологии заказчика, как равноправного конструктора одного или иного артефакта, объекта, церкви или алтаря, или портрета. Этот метод связан с социальной историей искусства. В марксистском изводе и немарксистском. Так вот, среди тяжело читаемых, довольно длинных статей Ави Варбурга, он не написал ни одной книги, есть тексты, из которых, как из зерен, этот метод произрастает. Ави Варбург анализировал, ну, он, конечно, был такой Шерл Холмс или криптограф, потому что именно благодаря ему мы получили ключи к загадочным произведениям. Некоторые я покажу, но долго говорить не буду. Благодаря тому, что ему удавалось понять, как во времени и пространстве транслируются образы, как происходит их преемственность и что они с собой несут, он показывал нам, что означают таинственные изображения, а с другой стороны, какой смысл мы все это можем извлечь в экзистенциальный. Вот почему Варбург лично мне очень интересен, потому что ты там очень хорошо на его примере видишь, насколько то, чем занимается ученый, глубоко укоренено в его натуре, душе, фамильные истории в психозах, неврозах, комплексах и так далее. Вот, в общем, из Варбурга выросло очень много, и мы постараемся к этому ученому отнестись с уважением, а с другой стороны, как говорилось из марксистских классиков, наше учение не догма, а руководство к действиям. Я не очень понимаю, что получится на выходе, это очень интересно вписываться в такой проект, когда ты этот проект, видишь, как он растет, надеюсь, мы это будем видеть вместе, не понимая, в чем закончить. Это редкое везение, на самом деле, в жизни, иметь вот такую возможность. Давайте сейчас мы вернемся, обратимся к этому человеку. Перед вами на экране фрагмент открытки, который раньше можно было купить в Лондонском институте Абиварбурга, это его каталожные ящики. А справа это двери в библиотеку, которую для него построили в Гамбурге, с надписью Манимазина, богиня памяти, над дверью. К этому имени мы вернемся еще однажды. Абиварбург, знаете, есть такой анекдот, базирующийся на общих местах советского искусствознания, великий русский художник Исаак Левитан родился в бедной еврейской семье. Ну так вот, Абиварбург родился в богатой еврейской семье. Не просто богатой, а очень богатой. Его предки, которые переехали из северной Италии в Германию, в Вестфалию, на фоне разрухи, наступившей за 30-летней войной, эпидемией чумы, перебрались на север и осели в кравстве Альтона под Гамбургом. Но гонзейский город Гамбург в ту пору имел законы, как очень многие христианские государства, крайне неблагоприятные для евреев. А датское королевство, которому принадлежало Альтона, как раз было одним из первых держав Европы, которое создало для евреев специальное либеральное законодательство, отчего, собственно говоря, Дания очень сильно и восприняла. Альтона, тот, кто был в Гамбурге, знает, что вообще-то Альтон это Гамбург. На самом деле, это сейчас один и тот же город, и там два вокзала, между ними минут пять, отмежду Гамбургом Мальтоном и Гамбургом Халпанхоффом. Ну, десять. И в XVIII веке уже, когда гамбуржцы одумались и либерализировали свои законы, Варкбурги перебрались туда, потому что Гамбург, безусловно, самый главный торговый центр Германии, всех немецких земель. Тогда Германии еще не было, как единого государства. И вот постепенно они строили. Собственно, это та семья, которая была богата всегда, сколько вот она себя помнит. И к концу XIX века, когда Абби стал думать о своем будущем, эта семья действительно на ней, на этом банке во многом держался, держалась гамбургская экономика. Я люблю очень историю, но в какой-то смысле я буду обращаться к тем фактам, которые в моем предисловии к переводу Елены Козиной. Текст Варкбурга, язык я уже прибегал, но, как вы понимаете, мимо таких вкусных вещей не пройдешь, если ты хочешь рассказать об этом человеке. Бабка Абби Сара, она была фактическим таким начальником этой семьи, начальником банка. И благодаря ее зятью, город не пережил колоссальный кризис, когда после конца Крымской войны рынки начали шататься. Зять Сары, работавший в банкирском доме Ротшильдов в Вене, отправил в Гамбург эшелон серебряных слитков, который, придя в город, просто самим присутствием своим, стабилизировал шатающуюся гамбургскую экономику. То есть, вы понимаете, что это очень интересная история, когда, с одной стороны, еврейская семья не поступает ни капли своей идентичности и веры, а, с другой стороны, она очень интегрируется в Германию. Настолько интегрируется, что отец Абби скупил акции палестинского торгового общества, сионистского предприятия и ликвидировал его. Для него Германия была в родину немецких евреев. И о переселении он не думал. Вот в этом очень богатом, очень религиозном, филантропическом семействе было пять сыновей, из которых два потом уехали в Соединенные Штаты. Я сразу скажу, что один из братьев, приехавших в Америку, в 2013 году стоял у основы Федеральной резервной системы Соединенных Штатов. То есть это фактически американский Центробанк, то, что издает доллар. В общем, это, конечно, такая семья, безусловно, абсолютно заточенная под бизнес. С ответственностью, повторяю, с филантропией, с ощущением собственной миссии от семейства. И сам наш Абби, то есть Абрахам, молится. И вот про него рассказывает замечательную историю, которую я очень люблю, что лет в 13 или в 12 он понял, что он не хочет быть банкиром, а он старший сын семьи. И он договорился с своим следующим братом, молится, что он вступает ему на следование фамильного бизнеса. При одном условии. Брат будет всегда покупать ему любую книгу, которую Абби захочет. Любую. Поняли, где ловушка? Когда в 1333 году библиотеку увозили в Лондон, поскольку она была еврейской библиотекой, и над ней навесла опасность. Два парохода увезли эти книги. И на самом деле семья это восприняла себя, конечно, восприняла это как миссию. Абби писал на мой своих братьев, что, слушай, пусть у других бизнесменов будут лошади скаковые, а у нас будет библиотека. И когда был кризис гиперинфляции в Германии после Первой мировой войны совершенно нереальная гиперинфляция, американские братья продолжали платить за те книги, которые библиотека приобретала. Сейчас она находится в Лондоне. И, в общем, туда можно прийти. Я очень надеюсь, что Билл Шерман, директор этой библиотеки, приедет нам весной, директор этого института, приедет нам весной и расскажет, как там дела идут сейчас. Абби, переставший быть наследником престола, служил в армии. Вот он. Много вы видели искусствоведов на лошади? Женился. Женился по любви. Он женился на христианке, чем поверг своих родителей в шок. Но когда семья выведела, насколько Мари Херц, художница и скульптор, из патрицианской, христианской, гамбургской семьи, любит своего избранника, молодых простили, приняли и полюбили. В общем, казалось бы, это такая хорошая сага, действительно сага, биография семейства Варбургов. Вот такая толстая, есть американская книжка, уже пожилая Абби со своим сыном. А вот он с братьями, причем в центре сидит. Не самый старший брат этот, который у наследовал бизнес, Абби, причем в такой очень странной позе, он как бы просительно раскладывает руки. Здесь он со своими друзьями и помощниками, с Фрицем Заксом, который, собственно, сконструировал его библиотеку, и Гертруде Бинк, которая помогала ему работать к последние годы жизни, и была руководителем института Варбурга после ЗАГСа, когда это уже было в Лондоне. Надо сказать, что все бы это звучало дико, красиво и легко, ну, что может быть лучше, родиться с серебряной ложкой во рту, не отвечать за бизнес, когда тебе братья покупают все, что ты захочешь. Не лошадей и машины, потому что тебе они неинтересны, а дома, простите, книги и дома, чтобы в этих домах книги располагались. На самом деле, конечно, над Варбургом висело проклятие. Он, безусловно, обладал исключительно уязвимым душевным миром, он погружался в тяжелые состояния и несколько лет своей жизни провел в сумасшедшем доме. Сейчас, я думаю, что это квалифицируется как биполярное расстройство. И он даже ходил до такой степени неадекватности, что, в общем, в принципе, на его месте другой бы по гроб жизни в этом сумасшедшем доме остался. Но, как говорил сын Абби, отец вытащил себя, как Мюнхгаузен, за косичку. Об этом мы тоже поговорим. Значит, Абби решил заняться историей искусства к концу XIX века. Эта дисциплина очень уже хорошо развитая. Уже существует несколько методологий. В Франции, в России развивается иконография. В германских, странах немецкого языка формируется практически параллельно с деятельностью Варбурга труды, я не скажу концепции, потому что, например, Алоис Ригель с завершенной концепцией в общем не создан. Он создал целый ряд продуктивных текстов, но одновременно параллельно практически Генрих Вольфлин идет к своей универсалистской концепции искусства как чистой формы. И вот эта идея формального понимания искусства как чего-то, что существует в замкнутом мире и обусловлено самим собой и некоторыми общими принципами человеческой перцепции связанная безусловно с представлением о том, что искусство это нечто большое и чистое, но как учил нас Винкельман, полагавший, что в Греции собственно и был достигнут идеал. Вот это понимание искусства как чего-то, что имеет дело с красотой, что существует вот в той кантовской вселенной, где доминирует незаинтересованное внимание нечто, что выделено в самостоятельный мир. Это понимание искусства Варбога довольно быстро перестало устраивать. Он учился в двух университетах в Бонне, где писал, пытался писать у Карла Юсти, но Карл Юсти маститый немецкий искусствовед, очень авторитетный в то время, великолепный стилист немецкий. В общем, такой мейнстрим искусствоведческий той поры. он отказался руководить диссертацией Абби Варбога, диссертацией Абби хотел писать про вот эти загадочные вещи, теперь для нас уже не очень загадочные, а именно картины Сандро Баттичелли «Весна Примавера» и «Рождение Венир». Варбог предпочел поменять руководителя, он уехал в Страсбург к Хоберту Янчику и там собственно и написал устрашающий немецкий Талмуд с огромным количеством сносок и современник, с которым Варбог затем будет в товарищеских отношениях, в своей рецензии отметил, что ну вот такой эрудиции художник Ренессанса, о котором Варбог пишет, обладать точно не мог. Но достижением Варбога в этих диссертациях было то, что он установил, а как вы понимаете, Баттичелли ведь очень модный художник к тому моменту, соотечественник Абби Варбога Юлиус Мейер Греффи, критик который помог нам понять импрессионистов, он писал, что Баттичелли в то время говорили так, как будто он жил не в Флоренции в 15 веке, а в Южном Кенсингтоне, имея в виду английскую ситуацию. Так вот, Варбог смог установить источники литературные источники этих картин, которые для многих представляют собой, для многих современников Варбога представляют собой загадку. Он доказал, что они восходят к поэмам полициана, крупнейшего ренессансного поэта 15 века и центральной фигуры Флоренции эпохи Великих Медич. В этих картинах было нечто, что касалось нелитературного содержания. Тут Варбог поступал в общем достаточно понятным. Есть некая история, которую мы не можем считать буквально, но если мы находим некий текст, который нам непротиворечиво объясняет, считайте, что задача решена. Не надо быть Варбогом, чтобы это сделать. Нужно обладать усидчивостью, интуицией, читать много книг, но не Варбоговская. В общем, Варбог вступил на эту дорогу, но не за это моего любимого. Если поглядеть на эти вещи, мы увидим здесь несколько фигур, которые не занимают центральное место. Вот, например, эта девушка, которая словно парит над землей, справа, которая накидывает покрывал на новорожденную Венеру, у нее развиваются волосы, мы даже можем понять, почему они развиваются, потому что тут два ветра, обневшись, присутствуют слева, две фигуры, одна из которых точно ветер, вторую я боюсь собрать. Отсюда из складки платья и волосы покрывало получится на ветру. Право удобная фигура есть и здесь и много где еще. Вот эти фигуры, они потом очень понадобятся нам. Варбург, который чуть не девять, по-моему, лет ухаживал со своей женой, наконец, после женитьбы отправился вместе с ней во Флоренцию. Они осели там очень прочно, Варбург чувствовал себя во Флоренции как рыба в воде, он пропахивал ее церкви, музеи и главные архивы. Читал тексты, читал старинные документы, те документы, которые вроде как искусствоведа его эпохи не интересуют. Контракты, переписку, завещания, в общем, юридические документы в большой степени. И, в общем, он мог, конечно, создать колоссальный внутренний образ этой Флоренции, понимая ее психологию. И тут надо еще отметить, что для него, в общем, он это осознавал. Его семья, Гамбург, Флоренция 15 века, Брюгге, той же самой поры, вот эти вот купеческие города, они были родственными. И принадлежность к семье купцов, предпринимателей, которые, в общем, имеют дело с нестабильным свободным рынком, в будущем которых, несмотря на их капиталы и финансы не ясно, принадлежность к этой семье плюс его собственное предрасположенность, вот такая вот ментальная подвижность, назовем это так, или психологическая подвижность, они делали его идеальным инструментом для понимания психологии эпохи Возрождения. Что я еще хочу сказать? Образ античности и Возрождения, с которым имел дело Варбург, довольно архаичный, но все еще вечный. Вот когда вы входите в музею Евгения Пушкина, вы перед собой видите прекрасные белые статуи. Это может быть Давид Микеланджело, это может быть какая-то античная скульптура, но они белые, застывшие, холодные, прекрасные, гармоничные и так далее. Вот пример, он такой образ, который нам создал Иван Цветаев, с этим образом прошлого искусства Варбург и имел дело. Искусство, которое, как кажется, имеет мало общего с жизнью. Значит, понятно, что Варбург как интеллектуал, как историк искусства, как человек, окончивший немецкие университеты, не существует в безвоздушной среде. Он что-то считает, кому-то прислушивается, читает иногда книги неожиданные для искусствоведа, некоторые из них я вам покажу. И он не один, для кого вот этот образ застывшей равновесной классики, будь то Рафаэль или Прокситель, это нечто архаическое и неадекватное. Ницше. За несколько десятилетий до того, как Варбург начал писать свои тексты, лет за 15, наверное, Ницше опубликовал свой классический текст «Рождение трагедии с духом музыки», в котором предложил новую мифологию античности. Прежняя мифология античности была сконструирована Винкельманом, белые прекрасные статуи, мы-то теперь знаем, что они были раскрашены, но Винкельман этого не знал или не хотел знать. Под голубым небом Бирюзовое море, греки, которые похожи на эти статуи до неотличимости, и вот этому миру фиктивной гармонии Ницше противопоставляет свое понимание античности как неизбывно трагического мира, построенного на непримиримом противоречии Аполлонического и Дионисийского. Ну, понятно, что Ницше опять же пишет не настоящую античности, он пишет автопортрет эпохи своей, и именно поэтому он был таким влиятельным, и влияние его минимум лет на 50 растянулось, если да, и, пожалуй, что и больше. То есть Варбук не один вот в этом своем представлении о том, что античность и Ренессанс не то, чем они кажутся. Ну, как Совы в классическом теперь уже фильме, да? Я вам покажу несколько кейсов. Собственно, работы Варбук есть кейс. Он написал немного. Вот, наверное, если взять вот так вот, вот так вот, да, мерить объемом, толщиной, то вот полное собрание его вот сюда и уместится. Там будут, конечно, письма, там огромное количество черновиков, с которыми очень трудно разбираться, потому что это заметки конспективные, это заметки, такие, автоматическое письмо. Пишет он не просто длинными немецкими периодами, с какими-то произвольными какими-то, с произвольно сконструированными словами. И сейчас, конечно, целая армия людей занимается разбором архива Варбурга, а раньше этим занимался Эрнст Гомбрих, директор института Варбурга в Лондоне, автор первой монографии о Варбурге, я сразу скажу, наверное, нам раньше сказать надо было, что тексты Варбурга по-немецки в специальных изданиях и очень долгое время они были закрыты для, как закрыты, не читались они широкими массами европейских и американских интеллектуалов. И лишь в конце тридцатых годов, когда институт, носящий имя Варбурга уже обосновался в Лондоне, единственный его текст был опубликован по-английски и оставался таким единственным на иностранном языке до середины шестьдесятых годов, когда пошли переводы по-итальянски, а потом по-английски и на другие языки. То есть Варбург очень долгое время оставался широко известным в узких кругах человеком. Но тот текст, который был перейден на английский, это очень значимый текст, о нем покроем подробнее. А пока в церковь Санта-Мария Новелла, которая находится во Флоренции рядом с вокзалом, я думаю, что с фасадом Леона Батиста Альберти, росписями Мазаччи, Герланда и в общем множество классических произведений Ренессанса. В общем, я думаю, что любой студент, учивший искусство Ренессанса в Московском университете может назвать много произведений, которые расположены там. И вот там в Арбург есть несколько текстов, посвященных этим фрескам, несколько раз он к ним обращается и в частности анализирует портреты, которые в этих фресков встречаются, но я не буду о портретах, я покажу вам вот эту вещь Рождества на крестителе Герландая, которая довольно странная, если посмотреть на нее непредвятым глазом, потому что вот здесь только что давшая жизнь Иоанну его мать отдыхает на ложе подруги пришли ее посетить, это чинные флорентийские дамы, движущиеся по паркету, скользящие по этому каменному полу точнее, и две служанки с младенцем, обмывающие его кормилицем, одна из них кормилица, и вот во всю эту красоту и размеренную жизнь врывается справа девушка в белом платье с флягой и с подносом фруктов на голове, и за ней развиваются складки, но бежит зачем, что он тут делает. Вольфлин классик искусствознания и тот человек, который утвердил представление о искусстве как имманентном мире, самом в себе существующем и объясняемым из самого себя, из формальных качествах того или иного произведения, говорил бы о том, что эта вещь нужна для того, чтобы оживить довольно сухую и скучную композицию. Варварка обращал внимание, что когда он был одним из тех, кто с самого начала утверждал решающую роль заказчика. И если бы заказчикам этой вещи не понравилась эта композиция, то, скорее всего, никакой служанки там бы и не было. какое-то соответствие представлением заказчиков, не только художника, существовало. Значит, эта служанка, очевидно, связана с чем-то более существенным, чем просто декоративный элемент. вот глядь на подобные фрагменты, не занимающие главное место композиции, вы помните девушку, которая укрывает Венеру, Варварка постепенно пришел к представлению о том, что эти фигуры, эта фигура получила потом название нимфа в его текстах и переписке, он ее классифицировал. Эти фигуры, в общем, помогают понять одну очень важную проблему. Мы же знаем, причем даже не одну, давайте так, мы со школы знаем, что Ренессанс это Ренессанс чего? Это Ренессанс античности, что художественный язык и эстетика Форенции 15 века в очень большой степени основаны на изучении античных памятников забытых в средние века, закопанных, разрушенных и извлеченных на свет Божий после того, как форентийские гуманисты заинтересовались античной философией, а затем форентийские художники заинтересовались античной пластикой. Вот так идет как бы трансляция. Все помнят у Мережковского очевидного романа начинается с того, что раскапывается прекрасная белая статуя. Варбург пришел к выводу, что наследование этого существует, но оно не совсем так осуществляется, как мы привыкли считать, и во-вторых, его внутреннее содержание не то, которое мы ожидаем. Мы-то ожидаем, что это наследование античной гармонии, Варбург обращает внимание на то, что античность приходит в Ренессанс не своими уравновешенными светлыми формами, а теми изображениями, которые передают энергическое движение страсти пафоса. Собственно, в этом отношении он близок к своему наставнику, не прямому учителю, а человеку, на которого он ориентировался, на подход, который он ориентировался к якобы Бурфорду, который обронил такую фразу в своей классической книге культуры Италии в эпоху Возрождения там, где появляется пафос, он принимает античные формы. Ну, вот сейчас появилась, вышла из печати перевод еще одной книжки, которую всем надо читать не только искусствоведам, а, в общем, полезным любому человеку. Это Майкл Баксенделл «Искусство и опыт Флоренции XV века». И там Баксенделл хорошо показывает, какую роль играет понимание искусства этой поры, собственно, который пишет «Телесный язык поди-ленгвич». Вот, например, на некой фреске Боттичелле, по-моему, когда могу что-то напутать, но саму фреску мысленно представляю, энергично жестикулирующие женщины, не знаю, как они воспринимаются нами, но современниками они воспринимаются как выражение опасности и зла, потому что свободное движение это не конвенциональное. А приличные женщины, они вот так должны себя вести. ну согласитесь, как Мона Лиза сидит скрестившую руки. Это так себя ведет приличная женщина, это телесный язык. А вот эти персонажи, они какие-то другие. то есть для Варбурга становится понятным, что античность, изображение античности, пришедшие и заимствованные из античности, разрешают художникам эпохи Возрождения изображать аффекты. Разные аффекты страсти. То, что в общем и на уровне повседневного поведения, и на уровне визуальной культуры и искусства предшествующих эпох гасятся. А аффект штука страшно опасная. И вот тут я сразу скажу, что Варбурговское мышление помогает нам понять одну генеральную простую вещь, что искусство это не про красоту искусства, это про абсолютно амбивалентную натуру человека первое, который есть все. и второе это про то, что транслируется из эпохи в эпоху, потому что Варбург в общем начинает изучать вот это. Действительно перемещение образов во времени он в переписке со своими друзьями в своих исследованиях приходит к выводу, что на самом деле вот эти вот они восходят к античным изображениям Минат и Вакханак, а Минат и Вакханка это страшное существо. Мы к нему еще вернемся. То есть эти изображения становятся чем-то вроде а иконографической модели для вот этих свободно движущихся фигур б батареями энергии. Вот тут Варбург оказывается действительно ребенком позитивистского девятнадцатого века. Я боюсь доводить эту мысль до некого предела, но читая Варбурга трудно избавиться от ощущения, что для него изображения действительно несут некую психическую энергию через столетия. И наследуется не схема или не только схема, наследуется еще та энергия, память об эффекте, которую эти образы содержат. Я чуть позже процитирую вам несколько неожиданный источник. Вот. И кейсом, кейс-стади для Варбурга, который помог ему создать тероскопическую картину ренессансной психологии, была статья, посвященная завещанию Франческа Сассетти банкира и соратника Медича. И не только тексту, но иконографии капеллы Сассетти в церкви Санта-Тринитовой Флоренции. Если не ошибаюсь, 1907 годом датируется этот текст. Вот это капелла, которую украшал Герландая. И там мы видим в котором опознаются и сами Сассетти, и члены семьи Сассетти, и Медичи, и Папа Римский этому изображению Варбург посвятил специальное исследование, но нас будет интересовать как бы периферийное в этой капелле, центральный образ поклонения пастухов периферийным не назовешь, но гробница и иконография гробницы. Я не буду разворачивать доказательства Варбурга, я просто констатирую кое-что прочитаю. Давайте посмотрим на алтарный образ, где это все происходит, где происходит поклонение младенцу. Происходит в античных руинах. Младенец как бы лежит около яслей, а ясли это саркофаг римский, колонны, на которые опираются, точнее их четырехгранные столбы, на которые опираются жалкая кровля этого места, куда собственно спаслись Иосифа и Мария. И присутствие античности в очень такой рафинированной форме, посмотрите на форму этого саркофага, на резьбу его, но здесь совершенно не случайно. Вот справа гробница соседия, которая окружена некоторыми изображениями, изображениями в частности нас интересует вот этот рельеф, в котором я надеюсь вы видите кентавров, то есть античных монстров, которые Сосетти избрал в качестве своего геральдического зверя, вот здесь перед вами страничка Никомаховой Этики Аристотеля, рукопись которой принадлежала Сосетии, сейчас она в Лоренцианской библиотеке во Флоренции находится, я увеличу ее и вы получите здесь этих кентавров, тех кентавров, которые фланкируют это страну, но меня интересуют даже не они. Их бестиальность, их монструозность очень существенна, потому что она как раз показывает эту амбивалентность и двойственность их природы и двойственность того мира ощущения, которое они должны с точки зрения Варборга транслировать. Я хочу обратить ваше внимание вот на эти фрагменты, вот оплакивание как бы самого Сосетти и вот эта вот фигура, эти две фигуры, даже три, которые находятся в состоянии предельного эффекта. Они пришли очевидно из античных саркофагов, я нашел вот этот и я не готов утверждать, что это именно он, этот саркофаг, насколько я помню, из Берлинского музея. Это иконографическая трансляция, но за этой иконографической трансляцией стоит определенное переживание жизни, к которому Варборга пытается приблизиться. Где-то он пишет в своих записках «Свободный жест, античность разрешила его». То есть этот жест как выброс энергии, как выброс страсти. Здесь вот эти вещи крупно и еще одна эмблема Сосетти, ни одна из них не принадлежит ему, в данном случае я просто показываю иконографический ряд, фортуна. То есть богиня случая богиня случая, которая может иметь своим атрибутом рук изобилия, а может и укатиться на этом шаре или сбросить с колеса фортуна, которую нужно хватать за локон. Вот центральную картинку я взял именно потому, что она очень хорошо показывает этот атрибут. И Варборг как раз и прослеживает эту особенность иконографическую, за которой он видит психологическую особенность заказчика. То есть для него искусство не автономно, для него искусство воплощения экзистенции той или иной эпохи и той или иной цивилизации. Позвольте, я сейчас вам прочту кое-что. он подчеркивает, что Сассетти настойчиво реализовывал свой замысел в украшении своего последнего пристанища. Если вообразить себе все тяжелейшие духовные и материальные жертвы, которые принес Франческо Сассетти во имя своих убеждений, то его борьба за украшение этого интерьера предстанет перед нами как заслуживающая отдельного пояснения декларация непреклонной художественной воли. И в чем фрустрация Сассетти, в чем собственно двойственность его и двойственность двойственность, которая Варбурга страшно интересует как раз. Зачем заниматься простым, зачем заниматься цельным в этой двойственности, которую наверное Варбург отчасти навязывает Сассетти, конечно вознается сам Варбург. В этой сложнейшей жизненной ситуации Франческо непроизвольно объединяет два взаимоисключающих источника своей броноспособности. Гибелинский, то есть проимперский двухглавый семейство, сила которого заключена в инстинктивном идеалистическом долге сохранения своего средневекового семейства и в рыцарской верности сословию роду и решимости сформировавшейся гуманистической личности. На фамильном знамени рыцаря, готового к бою за свой клан, флорентийский купец помещает изображение ветреной богини фортуны судьбоводительницы, с которой он не раз встречался лицом к лицу. Почему именно в этом символе воскресшая языческая богиня нашла свое воплощение земная, обращенная к миру энергия ренессанса, объясняется, быть может, лишь с помощью того особого положения, которое оно занимало в эмблематике своего времени. Во все еще недостаточно рассмотренном прикладном искусстве эмблемы символов, но этим мы отчасти будем заниматься, во-вторых, теперь-то это как раз область хорошо изученная после Варбурга. Во все еще недостаточно рассмотренном прикладном искусстве эмблемы символов придворная культура Возрождения сумела создать некое промежуточное звено между знаком и изображением, позволяющие облечь в символическую форму проявление индивидуального душевного переживания. Он прекрасно это формулирует. Облечь в символическую форму проявление индивидуального душевного переживания. В обращении к языческим символам сосети языческие мотивы занимают существенное место на надгробии Франческо. Он реализует естественную потребность людей переломной эпохи в новых формах энергетического равновесия. Пишет почти как физик, да? Он стремится противопоставить все еще неопределенной мировой памяти христианскому аскетическому антично-героическому культам свою окрепшую веру, свое собственное я, но не осознает всю глубину конфликта между силой отдельной личности и необъяснимой неуправляемой властью судьбы. Ну, в сущности, говоря, Варбург описывает, конечно, свой конфликт между силой отдельной личности и необъяснимой неуправляемой властью судьбы. Вот, собственно говоря, движущую силу Сосетти Варбург нам и предъявляет. Он, с одной стороны, добрый христианин, а с другой стороны, он человек, который верит в судьбу и полагается на судьбу. И вот эта его полярность, она как раз христианскими языческими мотивами вещей, которые он заказывает у Герландая, и проявляется. Но для Варбурга эта полярность, это не знаковая вещь, не то, что можно отметить галочкой, это воплощение глубинной фрустрации культуры, глубинной сложности и такой химеричности этой культуры, потому что для него, повторяю, античность приходит в Ренессанс не как гармония, а наоборот, как воплощение избыточной разрушительной страсти, фигуре Минады. И Сосетти, который выбирает кентавра, фортуну и одновременно остается христианским христианином, Сосетти как раз и иллюстрирует для Варбурга эту непримиримую двойственность конфликтность Ренессанса. То есть, вообще говоря, Варбург в этой небольшой работе и сопутствующей ей текстом он ломает концепцию культуры, которую к этому моменту наука сформировала. Надо сказать, что в сочинении Борфорда это нецельность Ренессанса тоже присутствовала, естественно, но доминировала именно доминировала скорее, я бы сказал, та конструкция, которую чуть позже Генрих Вольфель напишет в своей книге «Классическое искусство». Среди других достижений Варбурга я назову еще его сенсационный доклад на Международном искусствоведческом конгрессе в Палаце Скифаноя о фресках Палаце Скифаноя, где в Верарском дворце довольно хорошо сохранившийся комплекс абсолютно непонятных до Варбурга изображений, таинственных, эмплематических, аллегорических. Сейчас этот текст есть по-русски, вы можете его посмотреть, но коротко скажу, что Варбург расшифровал иконографию этого произведения как изображения связанные с зодиаком и календарем с различными смыслами, которые тут пристекают. Он одновременно показал, собственно, в процессе этого анализа он показал насколько как мигрирует изображение, как образы зодиакальных божеств и созвездий, созданные античностью, с распадом античной цивилизации уходят на восток и через арабский восток возвращаются в эпоху возрождения. Это очень интересное такое чтение, почти детективное, непростое, которое опять же показывает роль того знания, которое в 19 веке не считалось магистральным, то есть роль квази-мистических учений, которые тем не менее для культуры этой поры играли фундаментально, которые занимали центральное место. И таким образом он демонстрирует через миграцию изображений целостность, преемственность цивилизации от античности к арабскому востоку обратно в Европу. И здесь я процитирую его одну фразу, которая не из этого сочинения проистекает. Она написана, она находится в работе, которая посвящена графике искусства лютеровской эпохи, эпохи колоссального интеллектуального брожения гражданских войн, языческое античное пророчество лютерово времени в слове изображения. Там Варбург делает подступ серьезной к расшифровке значения вот этой загадочной гравюры Дюрера, смысл которой определяют его ученики, ученик Фридзакс или последователь Эрвин Пановский. Ну, в какой-то степени это гравюра и автопортрет самого Варбурга. Варбург пишет в ней об атовистическом суеверном ужасе перед именами звезд, с которыми эпоха, в данном случае Возрождение, обращается как с цифрами, но боится как демонов. Еще раз подсчитаю. Атовистический суеверный ужас перед именами звезд, с которыми эпоха обращается как с цифрами, но боится как демонов. Вот эти, собственно, демоны, я еще раз скажу, что очевидно, конечно, Варбург своими исследованиями заклинает себя, свою природу. Он говорил, что его интересует глубинная шизофреничность европейской цивилизации, но слово шизофреничность не должно пугать, его интересует глубинная нецельность, проблемность, полярность того, что составляет европейскую цивилизацию. А в общем, честно говоря, понятно, что любое развитие, любое движение, любой рост происходит из полярности и конфликтности, а вовсе не из прекрасной гармонической структуры. Так вот, в 1918 году, когда Германия потерпела катастрофу в Первой мировой войне, Варбург это очень близко к сердцу принял, практически одновременно с коллапсом империи и капитуляцией он, называя вещи своими именами, сошел с ума, был помещен, сменил несколько клиник, пока году в 1921, по-моему, не обосновался на южном берегу Бодензея в швейцарском Кройслингене, вот в этом местечке, в этом санатории, где его навещал Фрид Заксель, его верный ученик и библиотекарь. Варбург собирал книги, комбинировал их на полках, изобретал новые принципы расстановки, те принципы, которые отражали его подход к искусству, к изучению культуры, но тем не менее, это была такая совершенно хаотичная история, и им нужен был выпускник Венского университета, который помог систематизировать эту очень произвольную конструкцию. И вот именно Фрид Заксель договорился с лечащим врачом Варбурга, что... А у Варбурга были панические атаки, в общем, такая мания преследования, которая отпускала его в послеобеденное время на несколько часов, то есть это не было совсем безвозвратным помешательством. И вот Заксель договорился с лечащим врачом, что Варбурга выпустят из больницы, если он сможет прочитать связанную адекватную лекцию для врачей и персонала. Вот такая лекция была прочитана. Эта лекция состоялась 25 апреля 1923 года. Варбург после нее еще года полтора находился в лечебнице, но, собственно, это была уже дорога на свободу. Это единственный текст Варбурга, который в течение многих десятилетий был доступен на английском языке. И он был опубликован во втором томе журнала, который начал выпускать институт имени Варбурга в Лондоне, когда состоялась эта эмиграция. Это называется лекция о змеином ритуале. Это очень личное воспоминание. И, очевидно, это воспоминание о том опыте, который Варбурга глубоко перепахал. Вот одна цитата из черновика к лекции о змеином ритуале. У меня появилось искреннее отвращение к эстетизирующей истории искусства. Формальный подход к образу лишает понимания его биологической неизбежности, зарождающейся между религией и искусством. И, как мне кажется, ведет только к бесплодной словесной спекуляции. Отвращение к эстетизирующей истории искусства. Варбург про экзистенциальную природу искусства. То, чем мы занимаемся, не про красоту. То, чем мы занимаемся, про страсть, про жизнь, про смерть, про власть, про разум и безумие. В общем, это все про жизнь. И Варбург, в общем, был одним из тех, кто делал этот довольно банальный вывод, надо сказать, не основываясь на какой-то эстетической традиции, а на глубоких изысканиях, погруженных в ту эпоху, которой он занимался. Это очень ответственный вывод. Но, очевидно, он был предрешен не чтением текста Франческо Сассетти, его завещания, а некой вспышкой, которая озарила его путь, в общем, давно неожиданно, я так полагаю. В 1895 году Абби поехал на свадьбу. Поехал на свадьбу к своему брату, который переселился к тому моменту в Соединенные Штаты Америки. Двое братьев Варбургов жили в Соединенных Штатах. Очень хорошо жили. Перед вами дом Феликса Варбурга на Пятую Веню, в котором сейчас помещается еврейский музей, входящий в знаменитую музейную милю. С 1937 года, после смерти Феликса, эта институция заняла это роскошное здание. Причем, когда Феликс строил себе, своей жене, этот дом, то еврейская община Нью-Йорка нервничала, потому что она полагала, что не надо использовать евреям для роскошного особняка готический стиль, который ассоциируется у христиан с католицизмом. Но Феликс построил, имел возможность. Значит, поскольку, насколько я понимаю, значительная часть американских железных дорог принадлежала семейству Варбургов, то, или, по крайней мере, Варбурги имели там серьезный интерес, то Аббе провел в Соединенных Штатах примерно полгода. В сентябре он был из Гамбурга в Нью-Йорк в сентябре 1895 года. В середине ноября посетил уже Чикаго и Денвер, потом в декабре и январе Санта-Фея и Альбукерке, Нью-Мексико, потом он был в Сан-Франциско, в марте-апреле в Аризоне, и в мае отправился обратно в Европу. Ну, понятно, что любого иностранца, который есть, представляется случай посетить американских индейцев, он не упустит, и Аббе действительно не упустит. В Нью-Мексико он посетил несколько поселков, и там слышал о некоторых ритуалах и какие-то, очевидно, наблюдал. Сейчас существует огромный, вот такой толстый, поверьте мне, убить слона можно том, фотографии Абби Варборга, сделанных во время американской поездки, и некоторые я вам покажу, посмотрите. Вот он слева стоит, усатый, да, видно, как ему хорошо на самом деле там. Ну, такой мальчишка взрослый, да, который наконец-то дарался до индейцев и сам позирует. Есть фотографии, где он в совершенно невообразимых головных уборах, в духе, в индейских головных уборах. Значит, в этой лекции, которую я всячески призываю читать, и думаю, что, ну, однажды мы, конечно, перейдем ее на русский язык, но думаю, что еще до этого те, кто в эту лабораторию пришли, с ней позанимаются более подробно, я некоторые тезисы с этой лекцией вам изложу. Это не антропологические наблюдения, это не включенное наблюдение, это не исследование артефактов, Варбург больше читал и слышал, чем мог гарантировать, как ученый, но его интуиция, конечно, извлекла из этого опыта совершенно удивительные выводы. Поскольку Варбург соприкоснулся в этом мире с тем, что нигде в Европе потрогать нельзя, он соприкоснулся с язычеством, самым, что ни на есть, полноценным натуральным язычеством и магией, которая, судя по тому, что это племя выживало, очевидно, работала. Ну, все представляют, что такое Нью-Мексико. Я буду цитировать эту лекцию и кое-что комментировать. Вот в начале Иоанн задается вопросом, что именно нам следует считать сущностными характеристиками язычества. Дальше, в общем, есть вопрос, зачем нам это? А вот зачем? Он обращает внимание на то, что, на магию, которая есть часть повседневной жизни индейцев, вот эти куклы Качино, которые сейчас продаются как сувенир в Нью-Мексико, тогда некоторые из этих фотографий из коллекции Варбурга, иллюстрируя его лекцию, он обращает внимание на рационалистический элемент в конструкции домов индейцев, вот эти вот квадратные постройки, многоярусные, которые надо проникать по лестнице, и на то, что на лестничную структуру, лестницу как такой важный для космогонии индейцев образ, причем здесь сфотографировать было нельзя, Варбург тайно, очевидно, сфоткал немножечко уголок. Если мы посмотрим на космогонический рисунок жреца, который важен в данном случае, то мы видим, что эта лестница одновременно змея. Вот там есть дом слева, а над ним лестница змея. И вот через этот опыт, который я сейчас вам еще буду показывать и иллюстрировать, Варбург, наблюдающий танцы с масками, вот этот такой танец, пишет, до какой степени остатки языческой космогонии у индейцев Пуэбло помогут нам понять развитие от примитивного язычества через высокоразвитую языческую культуру к классической античности, к современному цивилизованному человеку. То есть он оказался в прошлом, это машина времени. И индейцы для него не экзотический народ, живущий в Нью-Мексико, индейцы для него греки. Это, он исходит из предположения, что она и та же модель ориентации в мире свойственна всем язычникам. И именно индейцы помогают ему понять не просто сущность античности, которая кроется за прекрасными белыми статуями, тут он, конечно, близок к Ницше, но и протранслировать фундаментальную фрустрацию язычника в современный мир. Один из факторов жизни, центральный фактор, собственно, жизни в Нью-Мексике это недостаток воды. Как пишет Варбург, недостаток воды научил людей практическим молитвам и некромантиям. Собственно, вот частью этих ритуалов являются куклы, которых я вам показывал, изображения танцоров в масках, которые служат демоническими посредниками между человеком и природными силами в церемониях. Сосуды для воды с абстрагированным изображением птицы. Змея с перьями на голове, которая появляется на горшках воды. Ну и вот этот рисунок космогонический, о котором я говорил, змея. Это гремучая змея, посмотрите, на ее хвост там все понятно. А вот что еще существенно, глядя, я сейчас пропущу несколько слайдов, извините, глядя на рисунок, который для него рисует индейский школьник, по его просьбе, он просил избрать молнию. Обратите внимание здесь, что молния представлена схематически не зигзагом. Некоторые индейские школьники нарисовали зигзаг, а некоторые гремучую змею. Молния, змея, смерть и жизнь одновременно, потому что молния убивает и одновременно означает дождь. И вот это вот амбивалентность символа, прямо связанного с существованием, она оказалась центральной, насколько я понимаю, для мышления Вербурга. Вот там он к этой мысли очевидной приходит. Или, по крайней мере, там импульс, который раскручивается всю жизнь и вербализируется, формулируется именно тогда, когда Вербург в сумасшедшем доме пишет этот замечательный абсолютный текст. Индейцы восстанавливают рациональное начало в своей космогоне, изображая мир, как их собственный дом, в котором они входят по лестнице. Но нам не следует рассматривать этот мир, этот дом как простое отражение спокойной космогонии, поскольку хозяйка дома самое страшное из существ – змея. И вот танец в маске для Вербурга, понятное дело, в общем, Вербург живет в момент революции в антропологии, и примитивные, так сказать, примитивные народы изучаются очень интенсивно в это время. Надевая маску, охотник преображается в свою добычу. Он верит, что это таинственное меметическое преображение поможет достичь того, чего он добивается охоты или труду. И вот снова, как бы от наблюдения, он переходит к выводам, которые распространяются гораздо шире, чем индейцы Пуэбла. Сосуществование рациональной цивилизации и магии выдаёт гетерогенное состояние перехода, в котором живут индейцы Пуэбла. То есть вот это самое фундаментальное. Нецельность для него очень важна. Индейец стоит между логикой и магией. И его инструмент ориентации – это символ. Змея как символ. Между примитивным человеком, который хватает ближайшую добычу, и просвещенным человеком, который планирует и ожидает результатов своих действий. Стоит человек, который помещает между собой и миром символ. Вот ту самую гремучую змею, которая и смерть, и символ дома, и основа космогонии, и одновременно податель жизни, потому что она молния и дождь. Я сейчас перейду к тому ритуалу, который он не видел, о котором он читал и слышал, о котором не только он знал. Вот это вот муляж фигуры индейца с гремучей змеей в зубах из Петербургской консткамеры. Жаль, у меня нет фотографии Карла Геннсбурга, глядящего на этого персонажа. И вот рисунок из книги, который Варбург скорее всего знал, это змеиный танец. В чем заключается этот танец? Это август, то есть время максимально сухое, когда от капли дождя зависит жизнь племени. наивысший пример магической ассоциации с природой через животный мир можно найти у индейцев Моки в танце живыми змеями. Змеиный танец стоит на полпути между эмпатией мимического движения и кровавым жертвоприношением, то есть между искусством и магией. В чем заключается церемония, которая длится 16 дней суть по Варбургу? Змей ловят, приготовляют к церемонии. Есть такая процедура мытья змеи и очевидно это мытье содержит в себе какие-то наркотические вещества, потому что иначе объяснить поведение животных невозможно. Змей бросают на песчаный рисунок с молниями и облаками, вызов дождя и они находятся в кустарнике, к ним подходят три человека, верховный жрец вынимает змею, второй берет ее зубами, это не варбурговские фото, другие, третий отвлекает змею палкой с перьями и через полчаса танец заканчивается. Мне неизвестен случай, когда змеи кусали кого-то. Потом, ну вот, вообще журнал лайф, как видите. здесь есть ссылки на видео, но видео смотреть не будем, погуглите, найдете. Змеи уползают, змеи отпускают. То есть, с одной стороны, это как бы жертвоприношение, с другой стороны, животное не убито, но равноправный участник этой процедуры. варбурга. И вот это, как раз очевидно, очень сильно варбурга зацепило, потому что незадолго до поезда в Америку он занимался вот этой историей торжественного бракосочетания в Италии, ренессансной эпохи, которым разыгрывалась история Аполлона Эпифона, убиваемого Богом Солнца. И дальше варбург выстраивает ряд, который нам очень существенен, потому что это ряд, представляющий амбивалентность символа, то есть двойственных. Мы-то все хотим расшифровать, дайте нам, пожалуйста, прямое, единственное прочтение. Что означает вот эта штука? Ну, бывают случаи, когда какая-то штука обозначает только одно единственное, но интерес концепции варбурга в том, что он показывает множественность возможных значений символа. Вот змея Уминады, обязательный спутник Дионисийского обеснования. Та картинка была из журнала, где была опубликована лекция, я нашел что-то похожее. Вот змеи, убивающие Лаукаона, а вот Асклепий был целитель, атрибут которого змея, та самая змея, которую недавно можно было увидеть на рекламах, на вывесках аптек. Дальше больше он обращает внимание на созвездие змееносцы его значения, но более того, на христианскую иконографию, где он видел подобное изображение в церкви в окрестнице Камбурга, но приводится изображение из Библии Паупера новоучительного текста позднего средневековья, где сопоставляются события Нового и Ветхого Завета, и где прямой аналогией распятию является воздвижение медного змия Моисея. Вот это амбивалентное символ, глубинное амбивалентное символ, почувствованное Варбургом у индейцев, и знание это помогает ему понимать реальный смысл астрологии, эмблематики и психологию того самого Сосетти. Ну и почти последнее, предпоследнее, наверное. Это еще один концепт Варбурга, который очень провокационен, любопытен, который он не проработал до конца, как, собственно, ничего до конца не проработал, это формула Пафоса. Но мы видели, что если Пафос приходит в искусство, он приходит в античных формах, как учил еще Якоб Бурхарт, и мы видели, что, собственно говоря, аффекты изображаются ренессансными художниками именно с помощью античной традиции изображения аффектов. Вот сколько еще больше могу привести примеров прекрасное действие неистовства, говорит Платон в Федре, даруем его богами. Так что не стоит его бояться, и пусть нас не тревожит, что не запугивает никакая речь, утверждающая, будто следует предпочитать рассудительного друга тому, кто охвачен порывом. Пусть себе торжествуют победу те, кто докажет к тому же, что ни на пользу влюбленному и возлюбленному не спосылаются богами любовь. С нам надлежит доказать наоборот, что подобное неистовство боги даруют для величайшего счастья. Такому доказательству наши искусники не поверят, зато поверят люди мудрые. Прежде всего надо вникнуть в подлинную природу божественной человеческой души, рассмотрев ее состояние и действия. В общем, в этом наставлении Платона есть импульс к аналитике Уэрбурга. В 1905 году он публикует текст, который на русском не переводили пока, посвященный Дюбреру и его итальянским аналогам, его итальянским источникам. Там он обращает внимание на вот эту гравюру Дюбра «Смерть Рофея» и сопоставляет ее с тем, что приписывался Монтене с северо-итальянскими изображениями этой сцены. Мы опять имеем дело с беснованием античным, то есть Эрфей был растерзан вакханками. А и Варбург обращает внимание вот на что на жест. Мы бы стали говорить об экспрессии человеческого тела, да? А тут оказывается, что ужас смерти и момент смерти передан четко фиксируемым жестом. Это вот согнутая вот так рука, да? На себе не показывай, говорится. ладно. Вот она. И то же самое здесь. Ну, бог с ним. Дюрер достаточно близко стоит иконографически от северо-итальянского прототипа. Он гораздо более искусен, он даже и к античности гораздо более близок. Вы видите, здесь все-таки лежит лира, здесь лежит мандолина, но бог с ним. Это не важно. Важно, чтобы обращать внимание, что такой жест существовал за тысячу лет до Дюрера, ровно по тому же самому значению. И он просматривается в моментах умирания. Ну, вот эта группа не обид, так называемый педагог. Довольно много где. Ну, и хорошо, это иконография насильственной смерти, скажете вы. Но вам покращать внимание вот еще на что. Что подобный жест может присутствовать совершенно другой момент. Наоборот, момент торжества. И тут мы имеем дело не со смыслом, а с аффектом. С неким инстинктивным животным энергетическим движением, которое может иметь совершенно разные смыслы. Важна энергия, а не то, что это значит. Первая картинка в этом ряду, которую я сейчас покажу, из Варбурга. Остальные я уже сюда добавил. Это Давид торжествующий побед над Голиафом. Вот голова лежит. Ну, и дальше. Некоторые из них, вот эти две, я взял из выставки, которую курировал Диди Уберман в Жаде Пам в 15 году. Выставка, называвшееся Восстание, которое, собственно, очень в серьезной степени на формуле Пафоса стояло. Ну, вот, добавлю еще. Левую картинку я придумал, а правая с выставки Диди Уберман. Повторяю, это концепт, который довольно трудно сформулировать убедительно. Но когда ты его начинаешь с ним работать, играть, ты понимаешь, что Варбург говорит о каких-то основаниях, которые, опять же, находятся за оболочкой искусства. Они говорят о тех импульсах, которые искусство транслирует, а не о самом искусстве. И вот тут я обращусь к последней книге Карла Гинсбурга, по крайней мере, к последней, которая мне известна из его англоязычных книг, состоящих из пяти статей и посвященных именно концепции формул пафоса. Гинсбург сделал открытие, которое, казалось бы, лежало на поверхности, но именно такие люди, как Гинсбург с их колоссальным знанием способны их делать. Обратил внимание на один существенный источник. Вот это один из учеников обе Варбурга опубликовал картину статью «Минадо подножное Христа», где обратил довольно давно еще в журнале Института Варбурга и Курто, где обратил внимание на это распятие «Сильно напоминает античных Минадо», которых вы уже видели. И обращает внимание на один фрагмент из Дешуэ Рейнольдса, который обратил свое внимание на подобные сцены, а именно на рисунок Бачо Бандинелли «Снятие с креста», где он прямо говорил о Марии Магдалине и Минаде, как, собственно говоря, одной фигуре. Вот рисунок Джошуа Рейнольдса и набросок его, как видите, Минадо распятие, Минадо, вот эта вот женщина в самозабвенном страстном движении у подножия Христа и двенадцатый дискурс Рембрандта, простите, Рейнольдс, где, конечно, об этом идет речь, где он, собственно, говорит о том, что одна и та же сила выражения одно и то же движение могут воплощать принципиально разные состояния. Минадо выражает колоссальное возбуждение и яростную радость, а Магдалина или женщина-подножия Христа выражает скорбь. И ссылается вот тот рисунок Бачи Бандинели, который он только что показывал. Это зерно, которым находится идея Варбурга. Знал ли Варбург об этом наблюдении Рейнольдса? И вот Карл Гинсбург доказал, что так и дознал. Еще студентом Варбург ознакомился с очень влиятельной книгой, не принадлежащей вообще к искусствознанию ни разу, как вы понимаете, выражение эмоций человека и животных Чарльза Дарвина 1872 года. И мы знаем об этом достоверно, потому что Варбург написал в своих записках, по-моему, или в письме «Наконец книга, которая мне полезна». И там на 208 странице примечания 15 содержится цитата из Сэрджа Шоу Рейнольдса, которая оказалась очень полезна Чарльзу Дарвину, которого интересовала эмоции о животных и человека и их сопоставлении. Как пишет Карл Гинзбург в том тексте, откуда я вынул эту аналогию, зерно не объясняет то дерево, то растение, которое из него выросло. Понятно, что здесь еще нет той амбивалентности, глобальной амбивалентности, которая, по мнению Варбурга, имманентно свойственна нашей культуре от язычества через античность и дальше через христианскую цивилизацию. Но трудновыловимый концепт формулы Пафоса, он Варбугу, судя по всему, нужен именно для того, чтобы эту фундаментальную амбивалентность и транслировать. Собственно говоря, формула Пафоса это в определенном смысле опять же трансляция не культурной, а эмоциональной памяти человечества, поскольку видимо все-таки Варбург действительно полагал, что эта память физически передаваема. Ну и вот последнее, о чем я скажу сегодня. Вы видите вот этот странный недостроенный квартал на одной из гамбургских улиц, где в доме жили семейство Аби. Дом разваливался, разламывался от книг и соседний участок был куплен братьями, они построили там библиотеку для Варбурга. Маленькую такую, да? В 26-м культурах Весенсаф Шафтлих и библиотек Варбург открыла свои двери. Вот она в центре, темно-кирпичный фасад. Главный зал не имел форму эллипса, и у этой формы есть свои символические коннотации. Именно отсюда два парохода увезли книги в Англию. Именно сейчас, именно вот эту форму хочет Билл Шерман сейчас реконструировать, вернее построить зал такой формы в институте Варбурга в Лондоне, в котором никогда этой конструкции не было. И то, что вы видите сейчас, это демонстрация последнего проекта Варбурга «Атласа Мнимазина», слово с которым мы, собственно, и начали. Последние несколько лет своей жизни с помощью ассистентов Гертруда Бинк Варбург комбинировал изображения на панелях, затянутых тканью с помощью простых булавок. Он сопоставлял различные образы. Они могли быть ренессансные, античные, современные, вплоть до фотографий дирижаблей почтовых марок. То есть это довольно интересный и очень современный проект, который не был завершен. Я подозреваю, что у этих таблиц и нету финальной версии. Это такой work in progress, это постоянно рекомбинируемое сочетание. И цель их не просто столкнуть образы, похожие или непохожие, а выявить те цепочки, ту преемственность, которая обеспечивает единство визуального мира нашего европейского и транслирует смыслы и энергии. И вот в этом отношении игра Варбурга в мнимозину, как вы понимаете, это, конечно, такая гессовская игра в бисерах в чистом виде, она имеет серьезную прагматику. На самом деле, то, чем занимался Варбург, это уже не исследование истории искусства, это история образов, то, что сейчас называется визуальной культурой, именно Варбург был одним из первых, кто отказался рассматривать искусство иерархически. Вот есть там великие художники и живопись, и мы ими занимаемся, а вот есть какие-то там поделки, и мы ими не занимаемся. Для Варбурга портреты на стенах церквей и натуралистические восковые фигуры, которые приносили исцеленное в знак благодарности Божьей Матери или Святому, обладали равной ценностью, не художественной, а какой-то другой вот этой ценностью трансляции памяти. Собственно, идея Мнимазина нас и натолкнула на мысль заняться тем, чем мы предлагаем заняться. Будем следовать Варбургу в его свободных и несвободных ассоциациях. Это не просто комбинация, это комбинация образов, преследующая определенную цель, понимание того, как что-то получилось, ну и того, как что-то может получиться, если мы выстроим определенную изобразительную последовательность. Прямо я говорю, что этот проект очень современный, это абсолютно открытая структура, это комбинация огромного количества информации, информации прежде всего визуальной, здесь мало комментариев. Мы имеем дело, конечно, с несколькими итерациями этого проекта, с финальным, сейчас несколько выставок прошло, и опубликовано несколько вариантов этого атласа на разных языках, английского еще нет готовиться. И, в принципе, конечно, это бесконечный процесс. И сама эта бесконечность, она, в общем, бесконечность мемозина, она говорит об открытости мышления самого Варбурга, поэтому она очень интересна. Но я закончу той картинкой, которую хулигански повесили на сайте Варбурговского института в Лондоне, как вы понимаете, Абрам Морецевич бы совершенно сошел с ума от интернета и компьютеров. Вот. Спасибо. 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 Спасибо.